Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Живи, а со мной Оса Гоу Гоу, ссылка на их канал в описании, со мной Скряга, ссылка на его канал в описании. Вот такая у нас пермская блогерская бригада, сегодня на наших ведрах, на наших знаменитых ведрах, которые вы все знаете и любите, мы приехали на ледяной трек, для того, чтобы подрифтить как следует, друзья. Как вы видите, в моих руках бустер, все понятно, как это начинает. Короче, пока там Вадим Шлаг пытается починить 21.07, мы устроим свой буханочный дрифт. Супер дрифт. Я лучше эту тачку купил. Чисто две красные бэкси касаются. Блин, здесь вот, ну ладно. Покрасивее. Два блинница. Два брата. Красота. В общем-то проблема была совсем в другом. Ремень. Ремень, который крутит генератор. Вот. Он заряжает аккумулятор. Это не я. А кто? Это Ви, он сел за руль и все случилось. Так она уже не заводилась. Нет, она была заведена, я встал, приехал своим входом. Ви сел и ремень выпал. А, это ремень генератора. Я думаю, что разбираюсь в этом автопроме, на меня похоже. Тебя чуть не сбили. Да мне-то поздно, но я в буханке. Ха-ха-ха-ха. Хлеб им обложим, да? Вы лучше в трассе уйдите, за вами Беха летит. Лучок. Ребята, да. Реально чуть не сбили. Какой ужас, никакой безопасности можно не пристегивать туда же. Ну, ситуация следующая. На лебедочку. Порыв в плотье! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотите увидеть полную картину дрифта? Тогда смотрите на канале ОСАГОГО. Ссылочка выше. Я вот не учил, что над другими смеяться вообще нельзя. В смысле? Я не смеялся, просто я хотел подрифтить. Мы, короче, сюда добирались. У нас с бензонасосом траблы. Хотя, вроде бы, он качает. Я не понимаю, что с ней. Может быть, воздух какой-то в системе подсасывается или еще что-то. Ну, ребята, вроде бы... Ну, короче, собираются еще порвать эту. Севен этот порвать. И это. Смотри, вообще, прям, красота. Мне нравится. Жигулисты такие. Тебе нравятся жигули все это? Ну, то, что они втроем так ездят. Мотор стучит, но... Понимаешь? Москвич. Мотор стучит, но он работает. Мы сейчас можем поехать мимо. Вокруг них вот так вот ретить будем. Понимаешь? Короче, последняя надежда на этот жигуль. Вроде бы, у него проблем не такая серьезная. Слетел этот ремень с генератора. Поэтому сейчас мы его натягиваем и затягиваем. И тогда он, вроде бы, должна поехать. Ну, на теоретическом уровне, как обычно. Так, ну-ка. Все, натянуто. Нет, еще не все. Еще снизу. Нижний болт. Нижний болт еще какой-то. А у нас на карбюраторной семерке тоже был нижний болт? Нет. А мы его не затягивали ниже. Мы его не затягивали. Мы его даже не видели. Он был отстянут, значит, когда мы его... Так и сейчас, значит, поедет, что? А ты как без этой-то, без головы? А, там у тебя другая голова. Вот видите, ребята там дрифтуют, кайфуют, отдыхают. А мы, что? Мы, как обычно, что? Мы на буханке, мы на семерке. И что же? А, смотрите, говорят, скоряга, что случилось с Сержом? Скажи нам за кадром, пожалуйста. Все норм. Он нас готово. Масло кончится. Под сортов даем. И что это случилось? Так давай зальем масло. У нас есть масло. Давай. Реально? Сегодня буханка у нас выполняет роль суппорта. Она сюда приехала, встала. И теперь она сюда принесла инструменты. Инструменты здесь появились, все починилось. Она отдает себя, чтобы починить другого. Да, да. Чтобы спасти другого. И сюда она принесла масло. А ты уровень-то проверь сколько сейчас. Да, дерни в щупку. Молодец. Что это значит? Так тряпка надо. Возьми. Там снег вытереть. Щуп пустой. Он вообще сухой. Смотрите, вам масла нет. И ты так ездил, да? А почему, а почему движок застучал? Почему движок застучал? Так она у тебя значит, масло просто выливает куда-то. Ты снизу эту, эту-то проверял? Да. Лей все. А вдруг еще надо будет куда-нибудь. Скоп, ты половину налил? У меня и так там была половина. Два литра, получается, я залил. Нет, полтора. Лей еще. Вдруг еще кому-то надо будет. Проверь, сейчас появилось что-то, нет? Ты всю банкуешь? Сейчас течет. Да нет. У нас тут осталось вот на донышке еще там на всяких пожарных, буханку там или еще. У нас буханка тоже, потому что капает. Станка на снегу нормально ездит. Нормально, поехали. Больше минимума, поехали. Больше минимума, все. Да долей ему еще пол-литра хотя бы. Ну-ка еще раз. Нет, 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 нет. Это, я помню этот звук, потому что никто иной, как Вячеслав Исмавилл вклал этот мотор уже перед капиталкой. Хочу передать привет в пользу случаем. Володенька, спасибо тебе за такой классный капитальный мотор. Давай. Ребята, полчаса или час чинили машину. Зачем-то поехали дрифтить. Хотя ее чинили чисто ради того, чтобы она отсюда уехала. Просто уехала, чтобы она отсюда. Нет, они пошли на ней дрифтить. Почему бы нет? Вадим Шлак с стажером, у них там прям коллективный разум. Один на двоих у них может, судя по всему. Ну реально, какого черта они поехали дрифтить? У нас сломан Иш, у нас сломана Синерка и сломана Буханка. Они поехали дрифтить. На ходу, давай кружочек на данный днем. Поехали, станись. Готовиться. Давай, поехали. Ладно, давайте, поехали. Давайте, пока. Давай, пока. Давай, пока. Все, заехали. Видели, да, как дрифтуют нормальные ребята? Вот как мы дрифтуем. Мы нормально дрифтуем. Куда это вкручивать? Короче, друзья, мир не без добрых людей. Мы встретили на треке наших подписчиков. Передавайте привет Ютубу. Привет всем. И они нам дали проводок от Саба, чтобы я наконец уже нормальным сечением толстым сделал зарядку от генератора. А то у нас постоянно на каких-то соплях это было, и эти провода постоянно перегорали. Конечно, так вроде бы тоже такие скрутки нельзя делать. Там должен быть диаметр одинаковый. Но это все в теории. Холодно. Холодно. Просто два ведра, которые их не едут. Нифига. Что делать с ними? Ну да, зато сколько с ней. Ну зато вот там, да, там. Так наши бы машины так ездили. Они так не ездят, понимаешь, оператор? Вот этого, ну что, ну стоит она, она не едет. Эта стоит тоже не едет. Скряга уехал. Скряга уехал. Ну там тоже почти уже не едет ведро. Три ведра. Виа Моторс. Виа Ведерс. Вот, мы в процессе, собственно. Очень нужно быть осторожным, потому что здесь у нас были подтеки бензина. И тут это, я тут с сожигалкой работаю. Ни в коем случае не повторяйте. А вот теперь у нас вот это надо будет соединить вот с этим. Это плохо. Так тоже ни в коем случае не повторяйте. Короче, время уже ночь. Дрифт, судя по всему, у нас отменился. Буханку мы с Вадимом Шлаком кое-как починили. Сейчас вот знаете, мы тоже вот этим вот занимаемся. Скряга тоже уехал на своем ИЖ. А мы вот благодаря нашим добрым подписчикам занимаемся вот этой вот историей. Значит, Кирилл с канала Осако Упу вообще жук. Просто уехал. Говорит, сделайте что-нибудь. Куда-нибудь эту семерку. Сделайте с ней что-то. А мы такие, ага, здорово. Ладно, хоть мы уже, ребята, бывалые. У нас эта тикня включалась. Так, теперь держи вот этот. Буду распутывать сейчас. У нас здесь проводов вообще как добра очень много. Так, это у нас тут будет плюс. Раз у нас с красной какой-то штукой. Нет, не минус Жор. Что-то. Хорошо, давай красный я тебе сделаю. Вот это вот. Плюс. Вот. Жор. Вообще холодно. Да, Жор опять виноват. Ты что? Жор опять виноват. Да, конечно. Это он с нами просто поехал и все сломал. Вы не капите? Я сейчас, блин, опять... Мы полдня прочинили буханку эту. Полдня жигу. Полдня жигу, да. Вот, держи плюс. С трубы проверить, а то могут быть перебиты канаты. Так, блин. Все, все, собираем инструмент и указываем в этот драндулет на парковку. Там Кирилл уже пускай сам с ней разбирается. Самое главное, наше сокровище мы починили. И спасибо вам огромное, ребята. Без вас мы бы здесь, наверное, ночевали в этой буханке. Как же я ненавижу эти вебра. Всей душе я ненавижу эти вебра. Я устал. Я устал. Буханка меня победила. Но не сегодня. Мы доехали обратно своим ходом. Несмотря ни на что. А это означает, что буханка будет ходить. Что мы на ней поездим еще. И будет много-много серий про банку. Для вас, дорогие подписчики. Нет, на самом деле, это было очень сложно. Морально, в первую очередь. Потому что мы... По факту у нас должны были быть другие видеоролики. Со всем мы должны были сделать очень интересные видео. кое-какие. Но мы сначала сломались на трассе. Как вы помните, вот из этого видео предыдущего. Как бы первой серии этой всей истории. Мы там чинились. Починили медный насос. Потом мы доехали. Мы поймали точно такую же проблему непосредственно уже на ледяном треке. Как бы ничего не поменялось, по сути дела. Потом мы с Вадимом Шлаком что-то каким-то образом запитали генератор. Типа потом мы починили корпюратор. По нему побили плоскогубцами. И как бы он починился. Хотя Вадим Шлак уверен на 100%. Я думаю, что если побить плоскогубцами по карбюратору, он починится. Но я в этом сомневаюсь. Но по крайней мере реально обратно она доехала вообще без проблем. Мы тянули семерку. Мы ее забросили на платную парковку. Но пока мы ее тянули, мы немножко перегрелись. Но это потому что она на холостом очень много долго стояла. Но по факту никак не может на нее двигатель уже стукануть. Чтоб я успокоился. Хотя у нее течет масло. Очень обильно. Прямо таки. Вот. Не видно. Или она уже не течет. Короче, ребят. Если вам интересно, как это все закончится, рано или поздно. Обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И пишите ваши версии в комментариях, что бы вы сделали с буханкой на моем месте. Оператор всей душой желает ее скинуть на металлолом. Ты, Вадим Шлак, что думаешь мне сделать? Я думаю, починить. Разобрать и собрать. Хорошо. А я думаю... Я думаю, что надо сюда еще купить колеса крутые. С дисками литыми. Тогда она поедет. Ладно. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!